А вы знаете, какая самая главная примета весны у дачников? Если на подоконнике появились плошечки с рассадой, можно не сомневаться. Близится новый огородный сезон, и это точно весна. Здравствуйте, это Виктория Буркова и программа «Сады и огороды Приморья». Сегодня мы с вами поговорим о парниках и теплицах, заглянем на клубничные грядки, а еще испытаем средства малой дачной механизации. На календаре апрель, и это значит, что скоро будем открывать клубничные грядки. Кстати, многие дачники, обманутые мартовским теплом, поторопились, клубнику уже открыли, а потом выпал снег. Как правильно выбрать сроки и открыть клубнику вовремя? Старожилы Владивостока говорят, что есть одна верная примета. Нужно посмотреть на озеро Чан. Если лед ушел, то самое время открывать клубнику. Непонятно, работает ли эта примета, скажем, для уссурийска или партизанска, или для Артема. Кстати, в Артеме мы сейчас и побываем, чтобы посмотреть, как укрывают и открывают клубничные грядки. Анна Михайловна, вот в марте уже месяц на дворе еще немножко, и нужно будет открывать клубнику. Но я хочу, чтобы рассказали вы, как вы ее укрывали на зиму. Потому что в этом году снега-то не было, и те, кто не укрыл, уже, наверное, 25 раз об этом пожалели. Ну, во-первых, я сделала стационарные укрывные... Приспособления, скажем так. Да, да. Берется обычный укрывной материал, ширина него 3,20. Это позволяет сделать его в два слоя. Но ко всему этому еще сделаю третий слой между ними из листьев. Сейчас я это покажу. Вот моя клубника, как она перезимовала. О, она такая прямо беленькая. Да, вся, вся хорошо. Вот, даже, смотрите, уже гусеница живая полезла. Давайте мы ее убьем. Ее нам не надо клубника. У меня есть возможность, у нас много места. Вот, расселаю полностью укрывной материал на ширину 3,20. В середину прокладываю брусок. И этот брусок степлером закрепляю. Прямо вот? Вот, прям вот так вот видно. Вот, расселила немножечко так, сделала вот так. Вот, и степлером закрепила. Это получается одна сторона. Этот вот агротекс, и в серединку закрепляется вот так брусок, да? Да, степлером обычным. Пустенько раз-раз-раз прошла, вот с этим закрепила. По всей поверхности. И получилось, как книжка. Это середина книжки, здесь два листочка. На верхнюю сторону я опять прикрепляю брусок. Точно так же на степлером. Прикрепила брусок, потому что он будет у нас рабочий. Я вполне одна с этим справляюсь. Вот так вот беру его. Ой, открываю. Открываю. И когда вы начинаете укрывать, начинается все с чего? Вот этот брусочек закрепили уже? Вот мы сделаем, да, и приносим, кладем их на грядку. Кладем на грядку. Одну сторону расстилаем. Да. Сейчас где-то вот, ну, может быть, недельки через две, погода, если будет хорошая сегодня днем, я убираю вот эти листья полностью опять в мешки. И оставляю только вот эти брусочки. Да. Да, я сама. И удобно пользоваться одной. Вот так вот подгибаем. Вот так вот подгибаем. Все. И оставляем. Утром прихожу, открываю. Вечером, если холодно, на ночь закрываю. Клубника хорошо, и зимой хорошо, и весной начинает хорошо подниматься. Быстро идет вырост, и цвет набирает. И смотрите, а вот я поняла, что вот этот брусок вдоль нужен для того, чтобы ветром не срывало. Да, он по всей длине грядки придавливает этот материал. И даже не только потому, чтобы ветром, а вот очень удобно. Вот я одна, видите, как? Я одна взяла, раскрыла. Я одна взяла, закрыла. А что же такие муки? Это же не на один год делается, правильно? Нет, но обычно лет на пять хватает. Главное, чтобы агротекс не порвался. В этом году вот это вот новое. Вот это вот старое укрытие еще оставалось. Вот это вот старое, вот это старое укрытие. А вот это я делала новое. Конечно, они были беленькие, чистенькие. Но за зиму листья грядные. Ну, немножко их под порошок. Конечно. Вы даже листву не выкидываете, да? Да, листву я не выкидываю только потому, что потом... Где ее потом собирать, да? Утром наездить, за ней собирать. Вот этой листвой я пользовалась два года. И вот второй год я ей пользовалась. Если она... Посмотрю, если она будет... Вот, ну, вы видели, она нормальная, сухая. Все, я ее сложу, уберу... В сарай куда-нибудь? В сарай, да, чтобы она не мокла. Вот, а на следующий год я опять ее положу. И опять будет... Теплое укрытие, надежное. Весной, весной, когда я полностью убираю, я их сворачиваю. Убираю в гараж, они никому не мешают. Приходит зима, нужно укрывать. Я достала, растерила, насыпала, закрыла. И такое вот, оно как бы получается, многослойное укрытие. Оно еще позволяет не резко открыть всю клубнику, да? Уберете лист, останется еще агроматериал. Да. Ночью на ночь буду закрывать, утром открывать. А за счет того, что это все может сделать один человек и одним движением руки, да, то на это не очень много времени. Главное, что это многолетняя, многоразовая. Что не надо каждый год бегать, думать и где, и как, и чем укрыть. Раньше укрывала, что попало. Где какие... Картонки, где листва, где мешки. Да. Сейчас укрываю, вот уже пять лет. А главное, что даже снега не было, но во дворе так красиво, потому что... Красиво. Ну, лес стоят, ровно... Ничего не разлетается, ничего не... Это вот здесь вот я просто вот там, где вот листва лежит, это просто открывали, смотрели. И хочется скорее узнать, как там что-то перезимовало. Как что перезимовало, да. Вот можно любую грядочку открыть. Любую открыть и посмотреть. Вот она какая. Вот она вся зелёная, вся красивая. Вся зелёная. Вся уже серединки вот такого уже. А вот здесь вот у меня, вот здесь вот, вот здесь сидит. Раньше делала круглые вырезала, но куст растёт, разрастается, получается, нужно снова подрезать. И подкармливать её неудобно. А когда она в таком виде, во-первых, я её могу и подрыхлить, и подкармливать, и поливать. Вода не будет ни секать, ничего получается по кусту. Что происходит с усами вот при таком расположении грядки? Ну, я считаю, что самый оптимальный вариант укоренения усов – это вот такой. Вот такая прорезь окошечком, да? А вот смотрите, вот сидит основной кустик. Вот. А вот от него был усик. Вот он, вот здесь вот усик. И если бы мало, что какой-то кустик или погиб, или… Старенький уже там какой-то, да? Ну, в основном для того, чтобы, если погиб, то или кому-то подарить, поделиться с кем-то. Я просто дукапаю вот этот кустик и пересажу его в другое место. А этот кустик будет расти. Его удобно и обрабатывать, и удобно его и пропалывать. Он не зарастает. Варьбрить можно, да? Да. Вот видите, вот здесь вот два кустика сидят, две деточки. Вот основной кустик и вот две деточки от него. Можно сажать в каждую вот такую прорезь, да? Можно сажать в кусту. Вот. Ну, мы в этом году хотим… У нас у дочери участок, мы хотим ей рассадить много тоже клубейки, поэтому я вот для нее заготовила. Да, да. Я их потом просто… Вот основной кустик, вот один, вот второй, вот третий – это деточки. Есть, ну-ка, ну-ка, поставь на дочке. Я еще хочу, что у вас просить. Вот я-то сижу на корточках, и мне не очень удобно, а вы сидите вот на таком чудесном стульчике. Это что? Это моя чудо-машина. Мне подарили ее дети, немножко ее модернизировали, потому что она была на очень тоненьких таких жердочках. Она меня не выдержала, они мне ее сварили, заварили, и теперь я езжу как королева. Я, видите, вот она крутится во все стороны. Я обработала один кустик, поехала к другому. Обработала этот кустик, поехала к третьему. Я могу вот так повернуться и начать работать на этой грядке. Я могу просто проехать на другую грядку. Очень удобно. Я совсем перестала ходить по грядкам. Спасибо детям. Да, полезная штука. Давайте ее покажем. Вот такой вот самокат, не самокат, велосипед, не велосипед. Чудо-машина. Вот она, крутится во все стороны. Хоть туда, хоть сюда. Я, наверное, попробую. Вы не ображаете? Да, конечно. Вот такой вот человек может вот так вот, да? И получается здесь и здесь. Да, поворачивай. И здесь, и потом можно проехать. Да, проехала. А как в теплице на ней хорошо. То есть красота. Вот сейчас начнется посадка редиски, у меня всякая зелень в теплицу. Я работаю только на этой машине. Скажем так, средство малой механизации. Да. Или даже большое для нас. Ну, вы понимаете, мне кажется, в семье должно быть у каждого по машине. Это моя. Вы смотрите самую удачную программу. А у меня в руках свежий номер журнала «Сады и огороды Приморья». Редактор Надежда Бражина предлагает обратить внимание, во-первых, на статью о удивительной ягоде-книженике, а во-вторых, почитать об агротканях. О том, как использовать укрывной материал правильно. Следующий сюжет о прививке яблони. Когда дерево стало погибать, хозяева хотели принять кардинальное решение. Все выкорчевать, а на этом месте посадить что-нибудь новое. Однако знакомые садоводы убедили не торопиться и попытаться восстановить дерево на старых уцелевших корнях. Случается так, что вот было у вас дерево, яблонька, она плодоносила, радовалась яблочками вкусными. Но время идет, и яблоня где-то ее побило, возможно, солнце побило, где-то она уже переросла свой срок. Ну, короче говоря, она начала пропадать. Для того, чтобы начать прививку, нам потребуется прививочный материал. Это однолетние побеги, плодоносящие яблони, неплохой сорт. Мы его называем ушки. Очень вкусные, красивые, красивые яблочки. Для того, чтобы правильно произвести прививку, нужно, чтобы камбиевые слои совместились на привое, на подвое и на привое. Обязательно, чтобы надо подобрать толщину. Смотрим, что мы можем сделать. На этом отпрыске яблони мы привьем основной стволик и две веточки. Остальные пока трогать не будем, потому что, если мы... Во-первых, они тонкие. Во-вторых, чтобы совсем дерево не пропало, ему нужно оставить что-то, чтобы он могло питаться за счет этого. Обрезаем. Сейчас будем подбирать толщину прививочного материала. Вот мы отобрали, подобрали толщину для прививки. Значит, теперь я оставляю на прививаемом... Оставляю обычно три почки. Вот мы подготовили по толщине, похоже, черенок. Вот, оставляю на нем три почки. Ну, кто оставляет две, я оставляю три. Вот. Срез над верхней почкой мы обрабатываем садовым варом, чтобы наша прививка не высохла. Аккуратненько. Все. Дальше следует у нас такая операция, как мы делаем. Обычно, раньше делали это все прививочным ножом. Вот. Сейчас появился такой вот специальный секатор, который предназначен для прививок. на нем получается очень хороший срез, и который плотно прилегает друг к другу. Значит, берем, сначала делаем... Получилась у нас такая вот, как бы, вороночка. Сейчас мы то же самое, только сделаем клинышек, но уже на черенке, которую мы будем прививать. Так, делаем соответствующий клинышек. Ровненько, ровненько постараться, чтобы получился красивый срез. Вот, собственно говоря, вот у нас получился вот такой вот срез. Вот мы сделали вырез на нашем подвое. Вот наш черенок. Получился такой клинышек, да? Сейчас мы это все дело совмещаем. Вот. Вот мы его совместили. Получилось, в принципе, практически идеальное соединение. Значит, все комбиальные слои у них совпали. Затем надо это все зафиксировать с помощью специальной прививочной ленты. Чтобы хорошо, плотно оно прилегало, чтобы хорошее срастание было. Вот. Раньше это делали всякими изолентами, пленками. Ну, а сейчас вот появилась вот такая вот специальная лента. Обращаю ваше внимание на журнал «Сады Огороды Приморья». В этом номере 10 советов по выращиванию супертоматов от Сергея Прохорова из Большого Камня. Читайте, запоминайте, сажайте и собирайте помидоры ведрами. А журнал можно приобрести в редакции, либо в любом садовом магазине или киоске «Союз печати». Вы смотрите программу «Сады Огороды Приморья». Сегодня нас пригласили в гости, в Артем, на участок Анны Михайловны Ветровой. А в гости мы ездим не просто так, а за положительным опытом. Для того, чтобы, например, научиться рационально использовать теплицы. К примеру, упростить подвязку огурцов и помидоров. Эта конструкция у меня предназначена для помидоров. Вот сюда сажаю помидору-рассаду. Она начинает расти, и я ее сюда подвязываю. Она начинает выше расти, я ее здесь подвязываю. Если она еще выше растет, я ее здесь подвязываю. Помидоры вырастили, убрали урожай. Конструкция на следующий год у меня здесь будут огурцы. Я вот это убираю. Вот эти палочки, я их убираю и кладу туда. Они мне еще понадобятся для того, что сейчас, прежде чем я буду сюда сажать огурцы, я буду сажать здесь редиску, всякую зелень. А для того, чтобы ночью холодно, я посажу уже в марте, ночью будет холодно, я прибью вот эту палочку, я вот так вот прибью сюда, а вот эту палочку положу сюда, на то, чтобы опущу. И это она у меня будет для укрывного материала, служить укрывным материалом. Я буду накидывать на нее укрывной материал, и она будет у меня согревать. Вот. Потом, когда у меня настанет пора, сажать сюда огурцы. Я все вот эти палочки убираю, складываю туда, и опускаю вот эту палочку. Поэтому она уже готовая для огурцов. Вот. Она на этой стороне. Сейчас. Да, потом на той стороне вы ее увидите. Вот. Огурцы цветут. Мы их уберем осенью. Я ее смотаю, привяжу, и она опять будет год целый здесь. Пока будут расти здесь помидоры, она будет ждать здесь своей очереди. И так я делаю каждый год. Все это стационарное. Палочки потом поднимаю, кладу их опять сюда. И они у меня уже служат подставками для помидор. Дело в том, что нельзя огурцы и помидоры сажать постоянно на одном и том же месте. Поэтому я один год здесь сажаю помидоры, на следующий год огурцы. И так меняю. А для того, чтобы мне конструкцию не менять, каждый год под помидор и огурцы, у меня сделано все стационарно. Вот здесь вот я уже убрала эти палочки и опустила, чтобы вам показать, как у меня будут для огурцов. Расти будут огурцы. Сейчас я буду сюда сажать редиску, она мне будет мешать. Я ее просто подниму, закреплю вот сюда вот. И пока не настанет очередь высаживать рассаду огурцов, она у меня будет здесь. Вот. На следующий год, когда буду помидоры сажать, я опять ее подниму. Она не будет мешать. Положу палочки, как я показывала вам, там вот сюда вот. Они будут служить опорой для помидор. На этом ряду у меня сетка для огурцов. Она тоже была прикреплена кверху, чтобы не мешала помидорам. Вот. Я специально ее не стала ниже опускать, потому что все равно она сейчас будет мне мешать. Вот. Но здесь, так как здесь середина, и огурцы можно зайти и с той стороны обработать, и с этой стороны обработать. Мне удобнее здесь на сетку. Когда сетка висит на боковой стороне у окна, то неудобно через сетку лазить, обрабатывать те огурчики, которые со стороны окна. Вот. Поэтому здесь очень сетка. Я ее потом опущу. Вот эту палочку я уберу. Эту опущу сюда. Закреплю. Вот. И у меня будут здесь огурчики. Марганцовку я уже приготовила. Точно таким же раствором я позавчера помыла все боковые стеночки вот этой плицы. Но так как у меня здесь сетка для огурчиков, я не смогла там достать. Сегодня я ее обработаю распылителем. Все, все, везде. Каждый шов, каждый этот надо пробить. Можно еще раз пролить. Хоть и помыть, а можно еще раз пролить. Да, потом щеточкой все это. Даже можно не снимать. Дочью даже не снимать, потому что оно будет подольше действия свое указывать. На этом наша программа подошла к концу. Все ее материалы можно посмотреть на сайте 8-й канал.тв. Если хотите поделиться своим удачным дачным опытом, звоните по телефону 8-900-14-736-3259. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова